Новая почта сливает данные клиентов в налоговую. С вами Тарас Юрист на моем канале. И в этом видеоролике я хочу поговорить о новой почте. Знаю, что многие мои зрители используют новую почту для доставки товаров, оплаты наложенным платежом. Когда доход от торговли в интернете начинает расти, и естественно начинают расти обороты через новую почту, вы начинаете задавать себе логический вопрос. Возможен ли слив ваших данных, ваших доходов, полученных через новую почту, в налоговую инспекцию? Или какие-то другие правоохранительные органы, к примеру, полицию, прокуратуру, СБУ. Один из способов, как государственные органы могут попытаться получить информацию о вашей деятельности из новой почты, это дать запрос. Дается письменный запрос в новую почту и ждется ответ. Но здесь есть одно очень большое но. Для того, чтобы дать такой запрос, правоохранительные органы, либо налоговая инспекция должны знать, что? Вашу фамилию, имя, отчество, ваш идентификационный код. А откуда они это могут узнать, спросите вы? Естественно, неоткуда. Поэтому такой способ отпадает. Конечно, вы спросите, а если, к примеру, кто-то пожалуется на меня в налоговую, о том, что я там продал товар, товар некачественный и так далее, со всеми вытекающими, тогда налоговая будет знать мои данные и они смогут дать действительно правильный запрос в новую почту. Думаю, что надо понимать, что у такой большой организации, как Новая почта, есть, естественно, свой штат юристов. И все юристы, так же, как и я, и юристы Новой почты понимают, что давать ответы на запросы налоговые, это всегда себе дороже. Поэтому второй способ, о том, как налоговая может узнать о вас, тоже отпадает. Но все же есть два случая, когда государственные органы могут узнать о вас, о вашей деятельности через новую почту. Первый способ касается правоохранительных органов. Это полиция, СБУ, прокуратура. Это можно сделать, во-первых, в рамках статьи 159 Уголовно-процессуального кодекса. Правоохранительные органы могут получить временный доступ к вещам и документам, то есть к информации о ваших данных персональных, которые находятся в новой почте. Но это возможно сделать только по решению суда. И на основании статьи 234. Это во время обыска. К примеру, проводится обыск на новой почте, изымаются какие-то документы, и в документах, либо в компьютерах хранится информация о вашей деятельности. Во время обыска тоже могут получить. Но для того, чтобы провести обыск, необходимо получить решение суда. Решение от следственного судья, где будет разрешено проводить обыски в новой почте. Есть второй случай, когда государственные органы могут получить информацию о вас. Этот случай касается налоговой инспекции. К примеру, налоговая инспекция проводит проверку на новой почте. И во время этой проверки выясняется, что вы получаете какие-то посылки, получаете деньги, и эти суммы значительные. Да, такой вариант действительно возможен во время проверки налоговой. Можно с уверенностью сказать, если ваш доход от торговли через интернет наложенным платежом через новую почту незначителен, то бояться вам не стоит. Информацию новая почта о вас не сольет, и налоговые, либо правоохранительные органы, даже если будут произведены какие-либо следственные действия, налоговая проверка, никакого внимания на вас не обратит, потому что таких, как вы, там тысячи. Конечно, если ваши доходы значительные, тогда есть смысл зарегистрировать юридическое лицо для узаконения вашей деятельности. Если вы хотите зарегистрировать юридическое лицо, либо вы хотите получить мою консультацию как адвоката, вы всегда это можете сделать, связавшись со мной по ссылке под данным видеороликом. Если данный видеоролик понравился вам, пальцы вверх ставите, на канал подписывайтесь. А если вы уже подписаны, не забывайте жать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеороликах первыми. Благодарю за внимание.